Сегодня утром, еще в потьмах, на подсвеченном фонарями 119-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск возле города-завода Уковск, что в сотне километров юго-востока от Тюмени, то есть в рубрике у наших восточных соседей, случился крупномасштабный смертельный замес с участием «Газели» и «Камаза». Фабула столкновения прена и банальна. По трассе катилась «Газель» с фургоном на загривке и 74-ми челябинскими номерами, пилотируемая 22-летним водилой. По предварительной версии, молодой «Газелист» по какой-то причине высунулся на чужую и замолотил первый встречный «Камаз» длинномер, который вез в своих недрах доски в немалом количестве. Судя по всему, на встречных курсах суммарная скорость была достаточно высокой, так что морда «Газели» сплющилась до невозможности, особенно в левой ее части, где сидел виновник замеса. И он погиб на месте ДТП, не дожидаясь скорой помощи. «Камаз», как видно, уехал в белые поля, разбрасывая по округе древесную продукцию. Видимо, 40-летний «Камазист» заранее увидел надвигающуюся на него торпеду и попытался увернуться вбок, но избежать удара не удалось. Пилот «Камаза» не погиб, не поломался, а по данным Тюменской ГАИ всего лишь отскочил ушибами. По итогам инспекторы организовали реверсивное движение по одной полосе, регулируя потоки голыми руками. И обратились к автопилотам с такими вот словами. Цитирую пресс-релиз тюменских гаишников. «Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на федеральных автодорогах, выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия. В последние дни аварийная обстановка на трассах обострилась». Конец цитаты.